Когда я слушал доклад про Telegram, я понял, что там не учтена одна маленькая деталь, а именно, насколько на самом деле больно общаться с внешними сервисами. Особенно, почему больно? Потому что сеть падает, серверы падают, даже банально у тех же серверов в сервисах есть рейт-лимиты. В случае Telegram есть, например, вот такая вот прекрасная штука. Не более 30 сообщений в секунду. Делаешь 30 сообщений в секунду, все, ты вылетел по лимитам. И есть еще классные ограничения в 20 сообщений в минуту. Соответственно, если юзкейс в том, что сообщений будут отправляться больше, их нужно как-то или группировать, или больно. Более того, эти 30 сообщений в секунду, они, в принципе, рассчитаны на все. Если у Bota миллион подписчиков, то у него те же самые 30 сообщений в секунду. Что на таких объемах, это, в принципе, там... Все пользователи одновременно нажали на кнопочку, и ой, у 20 из них оно не сработало. Не сработало, а сработало через полторы секунды, да? А, но в следующую секунду тоже кто-то отправил. Нажал. То есть, как бы, вот очень важный нюанс при работе с внешними сервисами, что как бы не вот так вот, а хотя бы записать о том, что как будто у нас была проблема. И очень важно при этом... О, так оно очень даже зациклено. Удобно. Очень важно учитывать фейлы. То есть, к примеру, в случае, если это код работы с телеграмом, то логично при поле делать кейсы, проверять, что пришло именно то, что надо. А если нет, то, ой, ребята, ошибка. То есть, в случае работы с тем же самым телеграмом, оказывается, что они всегда даже валидные JSON защищают. Ну, как вернуть 500 internal server error to poplaying текстом, это не для некоторых API-шек это нормально. При этом некоторые ошибки могут быть недетерминированные и несколько вариантов одного и того же, может быть. То есть, это может быть, например, connection timeout, либо просто ошибка самой библиотеки, либо status code 500. И все эти кейсы нужно учитывать, особенно это важный случай каких-то real-time систем, в которых, если что-то пошло не так, и при отправке сообщения код завалился, то есть вероятность, что пользователь никогда больше не получит это сообщение. Потому что у нас-то оно было вот в памяти, в памяти процесса, который умер. Это проблема, которую всегда надо учитывать. Есть другая проблема. Если мы это как-то просистим в памяти и потом помечаем как отправленное, то если именно вот часть кода, в которой помечание как отправленное сломано, то пользователя можно просто заспамить. И у кого не было такой проблемы, что типа e-mail'ы все идут и идут и идут на одного и того же ресипента в цикле из статистич-пользователей, нет? Ты только получал такой розетки. Это в целом проблемы, просто в случае, если мы говорим о каких-то Telegram-ботах и о том, что основная сила эликсира в асинхронности и параллельности, то здесь эта проблема получает адовый смысл. Вроде ремни безопасности есть, да, есть, а как бы хуяк, боль. И, соответственно, как это делать? У меня очень мало времени, потому как бы агенты, это в данном случае добро, а параллельные процессы, которые занимаются вот этим всем, это тоже добро. Если мы делаем какое-то кью, вместо того, чтобы отправлять напрямую, это дает нам интересные возможности. То есть в данном кью в данном случае, что у нас есть? У нас есть код, который я не включил. А, нет, вот есть. То есть как работает, в общем-то, кью в данном случае? Когда мы говорим сообщение отправься, мы его можем не напрямую отправлять, мы можем его добавлять в message queue, который будет просто в агент, который является отдельным процессом с отдельным стейтом. Взяли, записали. Все. И этим вся функциональность заканчивается. Есть еще вариант. Отдай-ка мне, что у тебя есть. Это простейший кью, но таким образом это позволяет разгрузить нагрузку и распределить ее. И не потерять эти сообщения, которые мы отправим пользователю. Никто не хочет, чтобы бот ответил через два часа или не ответил вообще. Хотелось бы, чтобы все происходило по очереди. Если я первый нажал на кнопочку, то когда бот разлючит, я хочу первым получить ответ. Ну, конечно, в идеале я хочу получить ответ сразу, но уж как получается. Жизнь боль. И тогда, опять же, в случае такой асинхронности можно в отдельном процессе опять же отправлять тоже асинхронно. Понимаешь, что я говорю? Потому что все так с умным видом смотрят и потому что можно взять и вернуть в кью, если что-то пошло не так. Либо наоборот, не добавлять обратно в кью, если что-то пошло так. Логично? Окей, очередная гифта. Вот так вот надо делать, чтобы оно так вот вбат и сразу все работало. Так это же ему повезло. Ну, а надо делать, чтобы так везло постоянно, понимаешь, как бы системно. Вот, все. Спасибо.